Достали свободу из-под земли. Шесть заключенных дагестанской колонии воплотили в жизнь сюжет голливудского фильма и даже превзошли оригинал. Шествие коронавируса продолжается. Будет ли вторая разрушительная волна? Насколько хорошо усвоили уроки первых тяжелых месяцев пандемии? На эти и другие вопросы отвечал глава Минздрава Дагестан. Бездорожье в Ленинкенте, земельная междоусобица в Красноармейском и путепровод в никуда на въезде в Махачкалу. Почему проблемы, которые, казалось бы, можно решить быстро, не решаются годами, а подчас и десятилетиями? Узнаете в нашей программе. Здравствуйте! Это «Итуги недели» на канале ННТ и я, Мурад Ахмин. Побег из Шоушенка по-дагестански. Шестеро заключенных сделали подкоп и сбежали из колонии в Шамхале на неделе. Инцидент произошел в исправительном учреждении номер два, расположенном в этом поселке городского типа. По имеющимся данным, осужденные готовились к побегу целый год. Для их розыска был поднят практически весь личный состав силовых ведомств, выставлены разыскные посты и разусланы ориентировки. Отмечается, что сбежавшие были осуждены на разные сроки, в основном длительные, порядка 10-14 лет. Четверо отбывали наказание за преступления в сфере оборота наркотиков, еще двое за убийство. 22 сентября 2020 года в 23.40 в исправительной колонии номер два при проведении входа на контроль на следовой полосе был обнаружен подкоп. Незамедлительно был проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шести осужденных. По тревоге поднять личный состав судного отряда во всем России по республике Дагестан. Выставлены временные разыскные посты, оповещены взаимодействующие органы, разосланы ориентировочные данные на осужденных. По горячим следам направлены резервные группы и группы преследования. В настоящее время проводятся мероприятия по розыску лиц, совершивших побег. Для выяснения обстоятельств, способствовавших совершению побега, назначена служебная проверка. Виновные будут привлечены к ответственности. На место происшествия выехали начальники СИН России по республике Дагестан Андрей Поляков, заместители начальника управления, оперативный штаб, оперативный состав ОСБ и ОСН. За информацию о местонахождении преступников руководство республики объявило награду. Поиски беглецов продолжаются. Произошло такое чрезвычайное происшествие, опасное преступление, когда из нашей колонии, которая находится на территории Махачкалы, совершили побег через подкоп шесть преступников. На информацию, представляющую интерес и оказание помощи следствию в розыске опасных, особо опасных преступников, значит, до миллиона рублей будет отчлена выплата. Эти деньги выделены из бюджета республики. Роль СМИ в освещении межнациональных отношений в Дагестане обсудили на неделе на конференции в гуманитарно-педагогическом колледже. К участию в ней были приглашены сотрудники нации республики, общественники, представители духовенства и журналисты. Участники отмечали особую роль и вклад в средства массовой информации в решении задач в сфере нацполитики. В частности, Министерство по национальной политике и делам религии всегда уделяло внимание национальным проблемам. Наша сложная социальная структура, наше дагестанское общество, многообразие этническое, многонациональное, многообразие, многие видели в этом залог в реализации своих собственных планов. Но я еще раз сегодня хочу сказать, я рад за своих земляков, за своих дагестанцев, что они не подались. В целом, Дагестан остался уверен всем своим традициям, всем заветам наших предков. Говоря о новых вызовах информационной среды, участники семинара выразили серьезные опасения в связи с включением в общий информационный поток социальных сетей. Социальные сети, по мнению участников, имеют большое влияние на сознание подрастающего поколения. И в этой связи семья, школы и общественные институты должны объединиться для того, чтобы воспитывать молодежь в межнациональной и межконфессиональной гармонии. Сегодня молодой человек участвует в каких-то дискуссиях или же сам выдвигает свои какие-то мысли, пишет их. Он должен всегда учитывать, что интернет — это глобальная сеть, и ее может прочитать любой человек на этом свете. Мы должны эту вещь понимать. Так как верующие люди, независимо от их принадлежности к той или иной конфессии, знают, что они предстанут перед Господом и будут отвечать за свои поступки и идеи. В Дагестане стартовали масштабные и стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020». На неделе по программе учений подразделения морской пехоты отрабатывали задачи по обороне побережья, высадке морского десанта и нанесению огневого поражения позициям условного противника. Основные маневры проходили на полигонах Тур-Али, Аданак и Зеленоморск. Подробнее в материале моих коллег. Учения поистине масштабные. Немного цифр. В них принимают участие более трех тысяч военнослужащих Каспийской флотилии. Свыше 400 единиц техники, а еще авиация и флот. На полигонах развернуты наблюдательные пункты, организовано сторожевое охранение и проведено инженерное оборудование обороняемых участков. Я впервые участвую в таких крупномасштабных командных учениях. Это является итоговой проверкой нашей готовности, нашего подразделения к выполнению задач по предназначению. Это накладывает на меня большую ответственность перед командованием флотилии и округа. Кроме того, более 30 кораблей флотилии проведут стрельбы на Каспии по надводным и воздушным целям. В их составе находятся ракетные морские судна «Дагестан», «Калибр» и «Град-Свияжск». Цель учения – проверка степени готовности Южного военного округа к локализации и разрешению вооруженных конфликтов. Кроме того, немаловажную роль играет и проверка готовности вооруженных сил России и государств-партнеров к защите национальных интересов. Для этого участие в учениях «Кавказ-2020» принимают воинские формирования нескольких стран – это Армении, Белоруссии, Топ-Пакистана, Мянмы и Китая. Патимат Ханапов, Дауд Гасанов, Новости ННТ. В преддверии наступления холодов возникает актуальный вопрос – ожидать ли второй волны коронавируса. Многие в панике, ведь даже последствия первые оказались разрушительными. Но не в Лахтской ЦРБ. Пандемию, по мнению жителей района, там удалось пережить с минимальными потерями именно благодаря профессионализму врачей. В частности, главврач Абдурагим Дибиров в условиях нехватки кадров сам выезжал на вызовы на скорой помощи. Подробнее расскажет Хадижа Курбанова. За рулем машины скорой помощи не просто водитель, а целый главврач. Обход Абдурагим Дибиров делает не только внутри больницы. Он регулярно посещает на дому пациентов с хроническими заболеваниями. И в каждом доме его встречают как долгожданного гостя. У Бутая Бутаева онкологическое заболевание печени. А месяц назад он еще и коронавирусом заболел. Говорит, что даже не думал, что сможет так быстро оправиться, ведь мужчина очень тяжело дышал. Сильная отдышка, вообще не мог ходить. Потом меня приехала скорая, вызвали. Прям на руках отнесли на скорую. Я даже не ожидал. Чего не ожидали? Что так быстро у меня все наладится нормально. Таких больных Абдурагим Дибиров посещает ежедневно. Старается ознакомиться лично с каждой историей болезни. В районе Дибирова называют немного странным, ведь он отказался от служебной машины. Теперь его УАЗ-патриот возит анализы в Махачкалу ежедневно. Отказался он и от хорошей работы в столице нашей страны. Приехал в родное село из Москвы и уже несколько лет заведует Лакской центральной больницей. Я приехал сюда в 2013 году, в Лакскую больницу. Приехал, потому что папа у меня болел. И мне нужно было с папой побыть какое-то время. Но выполнить, скажем так, свой ценовый недолг. И будучи врачом, мне было это легко делать. И за этот период времени я настолько привыкла к СКЦРБ, что уже себе без нее не мыслил. Я все время думал, что, наверное, нашим людям тоже нужна квалифицированная медицинская помощь. И мне хотелось, чтобы здесь, в районе, была уровневая медицина. Патриотизмом Драгима Дибирова оказался заразителен. Большая часть персонала больницы – молодые специалисты, которые, вопреки стереотипу о том, что молодежь покидает села, наоборот, вернулись на малую родину. Кто из соседних районов, а кто-то даже из столицы республики. Магомед Гусейнов, например, приехал из Шамильского района. Основной мотив – перенять опыт лучшего, по его мнению, хирурга. Я хотел перенять его опыт. Я знал, что он долгое время работал в Москве. Преподавал на кафедре, был доцентом кафедры. Работаю здесь по программе «Земский доктор». Я получил миллион рублей от Минздрава. И, вы знаете, я не жалею ничуть, что переехал сюда. Сегодня врачи Лакской ЦРБ также стоят на страже. Держат оборону против злочастного вируса. За стенами ЦРБ с диагнозом COVID-19 находится 24 человека. Каждый день поступают как молодые люди, так и возрастные пациенты. Поступила. У меня температура была. Мне казалось, почки. У меня раньше были проблемы с почками. Обострение было. Я сама в скорую помощь обратилась. Уложили. Ну, два-три дня плохо было. Потом уже лучше, лучше. Сейчас уже хорошо. Чувствую себя нормально. Уже 6 дней прошло. Лечение тоже здесь нормальное. Врачи. За период первой волны здесь зафиксировано всего два случая смерти в больнице. Связывают небольшой показатель смертности в сравнении с другими муниципалитетами с тем, что зараза пришла в район несколько позже. За это время врачи успели подготовить и коечные места, и сделать запас лекарств, и обеспечить себя сизами в нужном количестве. Мы работали с сменами по 14 дней. Семью не видели, можно сказать, в пределах этого времени. Но как-то дружный коллектив, поэтому было не так сложно. Пока коллектив относится к работе с интересом и осознанием долга, другого результата и быть не может, считает главврач. Он уверен, храбрости и профессионализма медиков хватит и на вторую волну, которую бы так не хотелось вновь пережить. Но, тем не менее, резерв для этого подготовлен. В запасе их коечный фонд и лекарственные препараты. Но самое главное – оружие медиков. Искренняя готовность всегда прийти на помощь. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Лакский район. Кто в числе первых пройдет вакцинацию от коронавируса и будут ли доступны лекарства от COVID-19 всем дагестанцам? На эти и другие вопросы постарался ответить министр здравоохранения региона Джамалудин Гайджи Ибрагимов в ходе пресс-конференции. Впервые после вспышки вируса руководитель ведомства рассказал о пройденном медицинским сообществом в сложном периоде. Министр признал, что был целый ряд проблем, и несмотря на храбрость и профессионализм врачей, многого не хватало. Запасы лекарственных средств практически сразу в начале эпидемии были исчерпаны, а некоторых больных приходилось лечить буквально в коридоре. Министерство располагало средствами, в том числе для приобретения лекарств, но ввиду дефицита невозможно было их вовремя закупить. Сейчас же по итогам сделаны соответствующие выводы. Каждому нас коснулось, наверное, всей этой ситуации. И знаете о том, что нам приходилось действительно пациентов и в коридорах укладывать. Многие пациенты оставались и на амбулаторном лечении. На сегодняшний день, имея вот этот опыт, мы смогли создать запас лекарственных препаратов по 56 номинованиям, и в том числе, вот часто, даже не зная о том, что назначено ли пациенту, есть ли показания к назначению. Очень часто любят говорить, вот вы знаете, вот у нас там родственник лежит, там ему актембра нужна. И по данному препарату у нас созданы резервы на 71,7 миллионов рублей. Говорить о коллективном иммунитете в Дагестане пока рано, считает Джамалдин Гаджи Ибрагимов. Впрочем, если он и сформируется, то едва ли на продолжительный срок. Болезнь может проявиться снова и спасет в данном случае, по мнению министра, только вакцинация. Глава ведомства уже решил, что и сам в числе первых пройдет ее в начале октября. Пока в регионе всего 42 дозы вакцины. Прокомментировал министр также информацию о том, что в стране появились лекарства от коронавируса, и рассказал, возможно ли в регионе их выделение больным на льготной основе. Данный препарат по льготному лекарственному обеспечению, конечно же, он не входит. И поэтому, единственное, вот я к коллеге объяснял, вот говорил о том, что можно будет это сделать, вот то, что мы закупаем через наши стационары, ну, я имею в виду медицинской организации, и, конечно же, если действительно в этом будет необходимость, выйти с предложением через оперативный штаб о выделении средств на закупку данного препарата. Да, действительно, препарат стоит дорого. Тем временем удвоенный стаж за борьбу с COVID-19 получат врачи. Особый порядок исчисления стажа коснулся тех, кто занимался лечением коронавирусных пациентов с 1 января по 30 сентября текущего года. Для них один день работы засчитывается как два дня стажа. В двойном объеме специальный стаж может быть засчитан и для работников, занятых оказанием скорой, в том числе специализированной медпомощи, пациентам с симптомами ОРВИ вне больничной пневмонии. Льготный страховой стаж медицинским работникам будет подтверждаться на основании сведений индивидуального учета. В санатории Каспий на неделе проходил седьмой международный межрелигиозный молодежный форум. В мероприятии принимали участие молодые люди из разных регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. На открытии присутствовали представители органов власти и общественности. Подробнее Хамзанр Магомедов. Ежегодно уже ставший традиционным в нашей республике межрелигиозный форум объявлен открытым. С этим событием участников мероприятия поздравили представители органов власти и общественности Дагестана. Он необходим для того, чтобы был прежде всего межконфессиональный мир и согласие. У нас здесь представлены три основные конфессии, и всегда выступают религиозные лидеры этих конфессий с одним призывом, что Бог един, нам надо взаимодействовать, нам надо дружить, нам надо знакомиться с культурой друг друга, и чем мы больше будем знать, тем мы больше будем развивать нашу экономику, наше государство вперёд. Международный форум объединил представители трёх мировых религий – мусульманство, православие и иудаизма. Мероприятие призвано послужить укреплению межконфессионального согласия в Дагестане и в стране в целом. Это то, что нам завещал пророк Мухаммад, чтобы мы переживали, чтобы мы относились с добрым уважением, с хорошим отношением ко всем людям без исключения, чтобы проявляли своё доброе соседство. И нам сегодня это необходимо. Определённые деструктивные силы пытаются нам навязать свою идеологию, но взамен этого мы должны проявлять нашей молодёжи, что такое истинная вера, истинная религия, и к чему она призывает. Никогда ни одна из религий не призывала к вражде друг к другу, к ненависти за друг друга. Цель в том, чтобы люди нашли общее, чтобы узнали лучше друг друга, чтобы научились и обогатились культурой, традициями, не только даже конфессиональными, но и межнациональными, и этническими, и в том числе внутрисемейными даже в какой-то степени. Поэтому такие цели уже седьмой год преследуются этим форумом. И я думаю, что предыдущие шесть форумов, и сам факт того, что он проводится уже седьмой раз, подтверждает то, что мы эти цели по Божьей милости достигаем. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Как раз-таки все три религии, суть во всех трёх религиях, и в иудаизме, и в исламе, и в христианстве, это, как говорится, любовь друг к другу. На молодёжный форум также приехали почётные гости – представители духовенства традиционных религий из разных регионов России. Такие мероприятия определённо нужны для молодёжи. С учётом того, что на сегодняшний день, к великому сожалению, идёт такая большая пропаганда псевдорелигиозных ценностей, именно в молодёжной среде, мы должны опережать, то есть быть на шаг впереди и преподносить подрастающему поколению, будущему поколению правильную информацию о религии, о традициях, о вере в целом. В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации, чтобы следовать всем требованиям Роспотребнадзора, количество участников форума пришлось уменьшить. Их в этом году всего около ста человек. Молодые ребята прибыли не только со всех уголков Дагестана и России, но и стран зарубежья. Я принял решение участвовать в этом форуме, потому что мало знаю о культуре и религиях других народов. У нас в Алжире мы исповедуем ислам и изучаем основы этой религии, а о других конфессиях слышим лишь по телевизору. Поэтому мне захотелось непосредственно познакомиться и пообщаться с представителями других религий на этой площадке. Мне захотелось узнать о религиях мусульманской, христианской и иудейской в принципе, потому что у меня вообще нет никакого представления. Программа мероприятий обещает быть насыщенной, увлекательной и, самое главное, полезной. В рамках форума пройдут богословская конференция, круглые столы, вип-встречи с экспертами и тренинги. Чтобы они могли в дальнейшем ближе быть знакомы и вместе справляться с какими-то проблемами, которые есть в обществе. Почему? Потому что именно подход, комплексный подход трех религиозных конфессий, а также молодое мышление, да, и это все помогает преодолевать все проблемы, которые есть у нас сегодня в обществе. Участники форума также посетят Древний Деребент, где им проведут ознакомительную экскурсию по культовым зданиям различных конфессий. Форум продлится до 27 сентября. Его организатором выступил Дагестанский гуманитарный институт при поддержке Миннации, Республики и Духовенства региона. Хамзан Румагамидов, Мусас Алгиреев, Даудгасанов, телеканал «Нанте», Карабдахкенский район. В Махачкале на международной конференции обсудили вопросы противодействия терроризму и экстремизму. В работе конференции приняли участие научные и религиозные деятели. Приветствую гостей, министр по национальной политике и делам религии Дагестана Эндрик Муслим, подчеркнул значимость мероприятия, которая объединяет ведущих богословов в решении общих проблем. Говорю неоднократно и повторю, что мы можем гордиться, что в Республике Дагестан нет межконфессиональных конфликтов. Но это вовсе не означает, что они не будут, и поэтому мы не должны проводить такие конференции. Как раз таки проведение конференции дает возможность говорить нам о том, что их не будет. Тему духовно-нравственного воспитания и неприятия религиозного экстремизма затронули в своих выступлениях представители традиционных конфессий. Выступающие отмечали, что сегодня в Дагестане происходят позитивные процессы, как в социально-экономической сфере, так и в общественной жизни. Но программы, направленные на развитие Республики, не будут действенными, если в регионе не будет мира и согласия. А для достижения межнационального мира, по мнению участников, необходимы совместные действия духовенства и общества. Ведя диалог с другими конфессиями, с другими религиозными, с другими религиями, мы должны в первую очередь изучить свою религию, дабы быть интересным для собеседников. Поэтому мы должны знать в первую очередь свою религию, знать свою нацию, знать свои традиции. И, сохраняя это, мы будем интересны для своего собеседника. Километровые пробки, нервозности, впустую потраченное время – в таких условиях встречают утром многие жители республики. А все дело в том, что автомобильную развязку въезда Махачкалу никак не введут в эксплуатацию. Кто в этом виноват и когда все-таки запустят долгожданную эстакаду, узнавала моя коллега Патимат Ханапова. Открытие этого моста власти уже как-то анонсировали. Изначально дата приходилась на октябрь прошлого года. Однако сроки затянулись и не на шутку. Эту небольшую будку рядом с дорогой называли главным камнем преткновения, как в некоторых СМИ и интернет-пабликах, так и в народе. Говорили разное, будто бы хозяйка не готова идти на компромисс или что она якобы просит баснословные деньги. Называли даже сумму 100 миллионов рублей. Мы встретились с владелицей коммерческой точки. По ее словам, все эти разговоры не соответствуют действительности. И мне не предлагали, и я это сам ничего никому не сказала. Если бы к вам пришли договариваться, все-таки вы пошли бы на какой-то контакт? Конечно, какой разговор. Не было бы никакого. Вот так подойти, вот человеческий. Это подтверждают и представители местной власти. Накануне на диалог с Меседу вышел и глава поселка Ленинкент. По его словам, буквально сразу удалось найти общий язык с хозяйкой и даже прийти к общему решению. Ходят слухи, что она требует большую сумму денег. Но то, что в соцсетях говорят, это неправда. Она не требует никаких денег, 20 миллионов, 10 миллионов. Она идет нам навстречу, она готова уйти отсюда, перенести эту будку в другое место. Но никто с ней не разговаривал. Мы сейчас, администрация Кировского района, мы, как я, как глава поселка, подошел, поговорили с ней. Ну и подрядчик нам будет помогать с техникой, с финансами. Стоит отметить, что на проект выделено около 2 миллиардов рублей. Накануне с обходом здесь был и спикер дагестанского парламента Хизриших Саидов. Был поднят вопрос о крайних сроках сдачи объекта. Генподрядчик на этот раз обещал завершить работы до конца ноября текущего года. И отметил, что осталось достроить всего лишь 120 метров дорожного полотна. Мост стоит, все смеются. Над властью, над республикой, над... Они же не говорят их. Они не знают, знать не знают. Они говорят те, кто на площади сидит. В конце ноября я сказал, остальное не решили. Прошу, успокойтесь. В конце ноября проходил костюм. Здесь очевидно, что главные последствия срыва сроков – это дискомфорт для горожан и автомобильные пробки. Нервозный за рулем ни к чему хорошему, как правило, не приводит. А потраченное время никто не вернет. Поэтому скорого ввода эстакады в эксплуатацию ждут многие дагестанцы. Ватимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Песчаные карьеры разрушают асфальтовое покрытие на дорогах Дагестана. Речь идет об автодороге Мамедкала-Мичурина, которая была построена совсем недавно, но и уже вся износилась. Произошло это из-за регулярных проездов большегрузов, которые ввозят песок из карьера. Проблемой обеспокоены местные жители. Они обратились в общероссийский народный фронт. К какому итогу пришли активисты совместно с представителями ответственных структур? Смотрите далее. Песчаный карьер стал разрушительной точкой для прилегающей автодороги. Большие Камазы ежедневно возят отсюда тонны песка. Такую нагрузку дорожное полотно выдержать не в силах. Почти сразу здесь появились выбоины, ямы, трещины. Дорогу построили для развития туристического кластера в 2018 году. Гарантийный срок еще не истек, но она уже требует ремонта. Мы понимаем, что и не ставим под сомнение, что нужны и песчаные карьеры, надо развивать и строительство и так далее. Но сегодня мы видим такую ситуацию, когда люди, делая одно, разрушают работу, которая была выполнена другими лицами. Мы приехали сюда для того, чтобы определить совместно, кто виноват в том, что дорога разрушается и какие необходимо принять меры. Хозяева карьеров отказываются признавать свою вину в разрушении асфальта и заверяют, что их транспорт едет по другому пути. А маршрутом Аметкала поселок Аминемичурино чаще всего пользуются частники, ведущие незаконную добычу песка. Представитель Минприроды республики заверил, что лицензия на добычу песка на данном карьере есть, и здесь нарушений быть не может. Но насколько законно использовать для проезда именно эту дорогу, еще предстоит разобраться. У этого карьера, то есть у индивидуальных предпринимателей имеется лицензия на пользу медиками, которая представлена еще в 2015 году. Земли были в установленном порядке переведены в промышленные, и имеются тут соответствующие документы, то есть в установленном порядке вывели лицензию. По поводу того, что творится дорога, там надо уже более детально смотреть, потому что у них в схеме все должно обозначено, и по какой дороге они должны приезжать и так далее. Местные жители обеспокоены, что в результате дождей может произойти подмыв участка дороги, и она обрушится. Чтобы спасти ту часть дороги, которая еще не разрушена, активисты ОНФ предложили установить знак на участке, запрещающий проезд Большегрузного. По словам представителя ДАК «Автодора», такая проблема характерна для всех дорог республики, рядом с которыми имеются карьеры. «Имени Министерства транспорта и Дагестана «Автодора», чтобы установили весовой контроль на карьерах и чтобы контролировали весовой контроль выезжающих машин. И кроме того, чтобы они установили законные съезды, заезды, выезды с карьеров. Необходимо установить знаки по ограничению весового контроля по нагрузке на ось и по общей массе нагрузки на дорогу». Владельцы карьеров обещали засыпать яму вдоль дороги, чтобы предотвратить ее обрушение. Но и это не панацея. Вопрос, кто восстановит дорогу полностью, остается открытым. Заказчиком строительства дорожного объекта было Минтуризма республики, поэтому дальнейшие переговоры по данной проблеме ОНФ Республики Дагестан будет вести с туристическим ведомством. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Дзербенский район. Задержаны около 30 человек. Более 20 людей получили травмы. Среди пострадавших как представители силовых структур, так и местные жители. Таковы последствия вышедшего за рамки разумного земельного спора в поселке Красноармейском, который накануне вылился в противостояние с печальными последствиями. Мои коллеги выехали на место и узнали причину конфликта, который не могут разрешить уже годами. Людей, вот на чего довели! И гематомия по голове, и газовым этим, и электрошоками, что только здесь не было. Дубинки, слезоточивый газ и даже резиновые пули. Все это, по словам местных жителей, применяли силовики. Это Ислам Магомедов, инвалид с рождения. По словам матери, в потасовках он даже не принимал участие. Просто оказался в ненужное время, в ненужном месте. Состояние вообще тяжелое. Он выяснился, дрожал. И весь этот опухший нос, этот поломанный. Здесь эта трещина получилась. И весь спина красная. И при том, 8 человек его избывали. Причиной конфликта, по словам местных жителей, стали строительные работы, проводимые на этих землях. Немного истории. В этом поселке проживают переселенцы из села Верхние Убеки Левашинского района. Как рассказывают старейшины, на их долю выпало множество испытаний. Сначала, в 1944 году, их выселили в Чечню. А в 1957 году разрешили вернуться обратно. Сельчане утверждают, что именно тогда власти и обещали отдать эти участки им. Они даже вели на них сельхозработы. А с 1957 по 2020 год напрашивается вопрос. Где же были эти хозяева, которые сейчас выставляют за хозяевом? Где они были до сих пор? Они обрабатывали, они сеяли. Почему они никогда о себе не давали знать? Мы не знаем, кто это. Мы с кем воюем, сами не знаем. Мы когда подходим и говорим им, кто у вас есть представитель, у вас есть решение суда, чтобы вы эту землю, вы ваша. Вы можете объяснить нам, народу? Нет, они вот так, как мертвые стоят с щитами, нас туда не пускают. Идите там, разбирайтесь. Путаницу, возникшую с этими землями, подтверждают и представители мэрии Махчкалы. По их словам, многие участки здесь имели неопределенный статус и на них претендовали несколько сторон. Сейчас же вопрос решается в судебном порядке. Прокомментировали ситуацию нам и в Росгвардии. В нем отмечается, что угрозу жизни и здоровью окружающих создавала группа из числа местных жителей. Росгвардейцы утверждают, что именно они провоцировали силовиков и даже нанесли некоторым увечья. Сотрудники Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка в поселке Красноармейска Кировского района города Махачкалы, где проходят работы по межеванию земельных участков. Задержано 27 граждан, которые вели себя агрессивно, повредили технику, создали угрозу жизни и здоровью окружающих. Сейчас Следственный комитет начал расследование по данному факту. Возбуждено уголовное дело пока лишь за применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на установление виновных лиц и привлечение к их уголовной ответственности. Не проигнорировал инцидент и глава Дагестана поручил уделить особое внимание всем земельным конфликтам, рассмотреть их и провести профилактику. У нас не раз возникали споры, недоразумения, противостояния в связи с решением вопроса о принадлежности земли к тому или иному собственнику. Обратите на это, пожалуйста, внимание. На все земельные конфликты проводите профилактику. Решение может быть только одно – в судебном порядке. Все, что будут пытаться решить силовым путем, понесут ответственность. Нельзя допустить вот такого вот само правства. Это возврат в прошлое. Эта земель на проблеме более 10 лет, и подобных спорных участков в Дагестане множество. Такого рода противостояния для республики могут вылиться в серьезные проблемы, если вовремя не разрешать спорные вопросы. Ведь на фоне якобы несправедливого разделения земель начинают разгораться конфликты, приобретающие самую разную окраску. Патиман Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Службы занятости в Дагестане трудоустраивают школьников. Так, в рамках программы Центр занятости Сулейманстальского района привлек к сбору винограда 30 учеников Зизикской средней школы. Для них это не только профессиональный опыт, но и возможно заработать. Тему продолжит Зумруд Гамидова. То, что новое для современной молодежи – это хорошо забытое старое, доказывают эти ребята. Мальчики и девочки после уроков ежедневно с начала сезона собирают виноград различных сортов. Винный сорт отправится на переработку на Дербенский завод игристых вин, а столовые сорта – на рынке и в различные регионы России. В принципе, это мы приучаем и подрастающим поколениям к труду, потому что в свое время я сам тоже ходил в школьные бригады, и у нас вот тоже сбор яблок, вот совхоз Гирихановый там учился, там жил. И приучает к труду, а также для них самих тоже. Я же говорю, есть определенные моменты, когда есть частичная доплата и за счет работодателя. Бывает, что дети в этом году из-за пандемии у нас как бы не так получилось все, а то, когда уже уходят в школу, у них бывают свои средства, на которые не могут купить там свои принадлежности школьные. Энтузиазм школьников финансово стимулирует. Выполнил норму – получи деньги. Сами ребята считают, что работа в составе сельхозотряда – хорошая производственная закалка, да и неплохой способ заработать. Для меня это как бы привычное дело, но просто в таком большом хозяйстве я первый раз как бы получается. А до этого вы с классом куда-то ездили, в каких-то работах, принимали участие? Ну да, разные субботники, например, в селе. Там экологические мероприятия у нас были, в других селах тоже. А как тебе вот нравится вот эта вообще программа трудоустройства? Ты считаешь, что это правильно? Да, правильно, потому что школьники тоже как бы должны вносить свой труд, свой вклад в развитие села, только общества, можно сказать. Службы занятости населения в районах республики ежеводно реализуют госпрограмму по временному трудоустройству учеников старших классов. В этом году к сезонным работам было привлечено около 4,5 тысяч человек. В основном дети занимаются ремонтом и благоустройством детских площадок, озеленением пришкольных участков, сбором винограда и других ягод. А в период осенних каникул начнется и сбор шиповника. Мы особо не используем детский труд. Но когда они сами хотят, им же весело. Вот так нормально. Вы в свои годы тоже, наверное, ездили на винограднике? Это да, точно, в свои годы на винограднике, когда учились, собрали, когда в школе собрали. В Дагестане программа по трудоустройству учеников старших классов действует уже 7 лет. Для ее реализации в этом году из республиканского бюджета выделено 650 тысяч рублей. Особенно активно молодежь подключилась к проекту на сельской местности. В этом году муниципалитеты, несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией, достаточно активно занимались трудоустройством старшеклассников. Около 4 тысячи детей были трудоустроены на временные работы. Это, как правило, ремонт детских площадок, сбор винограда, фруктов, абрикосов, персиков. Впереди еще предстоит сбор шиповника, трав. Трудиться дети смогут не только летом. Востребованы юные работники и на осенних или зимних каникулах, а также после уроков. Зумруд Гамидова, Даут Гасанов, телеканал НАТ, Сулейман Стальский район. Хлеб, от которого в восторге туристы. Герой нашего следующего сюжета – Гаджимагомед из Анцукульского района. Вот уже 25 лет готовит мучные изделия для всей округи. Бизнес решили поддержать и республиканские власти. Министерство экономики Дагестана выделило субсидию предпринимателю для покупки тестомешалки. О спросе на особенный горный хлеб расскажет Алина Багелова. Баловать односельчан хлебом и булками Гаджимагомед начал 25 лет назад. Работая на других, понял, что к своему делу душа лежит больше. Вот и решил рискнуть, да и запустить свою пекарню. Накопил средства, купил первую печь, вернулся в свое родное село, выкупил пустующее здание и начал производство. Поехал в Москву, купил оттуда полный комплект пекарни в 1995 году. И с того дня шарил пекарню. Сперва у меня пекарня было в Монскуле, я там работал. Потом, там тоже много стало человек. Потом приехал сюда, в Шамриколу. Здесь еще не было? Здесь еще не было. Было здесь, но частные минии вообще там. Попил четырех комнатную квартиру, там первом этаже и нашел там. Небольшая пекарня кормит все село и даже туристов, которых тут с каждым разом все больше и больше. Добротная буханка стоит 18 рублей. Самый дорогой хлеб – полосатик. Его цена 27 рублей. Сельчане, чтобы не пропустить свежую партию ароматной выпечки, всегда на чеку. Знают расписание и появление горячего хлеба. Приходят забирать его прямо из печи. Тесто замешивает специальная машина. Справиться с такими объемами одному человеку вряд ли по силу. Но дальше вся работа выполняется вручную. Кстати, чудо – машинку для замеса приобрел Гаджимагамед на субсидии от Министерства экономики. Вот эту замешалку я купил в тот день, который они мне выделили. Плюс сам добавил. Работа совсем другая и качество другая. От 300 грамм до 35-40 килограмм она делает тест. Сейчас здесь выпекают 25 видов мучных изделий. Директор мини-предприятия делится, что теперь в его планах расширение производства. И большая надежда здесь на государственную поддержку. Ведь, по словам пекаря, со стажем для закупки оборудования нужны миллионы. Самому такие инвестиции не потянуть. Весь заработок, по словам Гаджимагамеда, уходит на поддержание и развитие бизнеса. Благодаря прошлом году Миниэкономики, хотя бы немножко поддержку получил, то спасибо. Но если бы вот такие же поддержки побольше были бы нам, предпринимателям, это очень хорошо было бы. Хочется сделать, да, оборудование поставить по-современному, как говорится, евро. Мы тоже хотим, как евро. Но на это все не хватает средств. Чтобы то, что мы хотим делать, надо средств. Нуждаемся в поддержке от государства. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ «Онцикульский район». Собрать всю коллекцию орденов эпохи СССР. Такую цель поставил перед собой Сай Сайев, житель Кулинского района. Могло бы показаться, что в этом нет ничего удивительного, но вот только коллекцию изящанин планирует смастерить собственноручно. Мастер работает с камнем уже много лет и искусно делает изящные фигурки из сурового материала. О необычном увлечении Егорца в сюжете Хадижи Курбановой. Вот так, удар за ударом, мастер отчеканивает орнамент на камне. Сначала придает форму, затем чертит рисунок. Так из песчаника получается орден. Но не все так просто, как кажется. Работа с камнем – дело, требующее особой внимательности. Один удар под неверным углом – и весь труд обесценен. К счастью, мастерства и упорства Исея Саеву хватает. У человека должно быть желание. Желание будет, что будет. Руки делает, глаза не должны бояться. Тягу к занятию камнерезным делом будущий мастер обнаружил себе еще в далекие студенческие годы. Ему всегда нравилось создавать что-то своими руками. Теперь у Исаева своя мастерская прямо под открытым небом. Труженик говорит, что именно это вдохновляет его на сложную работу. Тем более, когда труд шаг за шагом приближает мастера к исполнению заветного желания – созданию уникальной коллекции орденов СССР. Делаю я орден Суворова, второй степень. У него три степени, но второй степень был самый красивый. Вот это сделаю. После этого у меня есть цель. Я из советских орденов сделаю орден Нахимова. И это не первый орден в его коллекции. Фигуры знаков госнаград несут для Исаева особый смысл. Их получали его родные, отец и родственники. Камнерез на пути к мечте взялся за тяжеловесный труд с энтузиазмом. Тем более, что мастер дела не боится. Так, глыбы песчаников по велению каменотеса преобразились в массивные, но изящные ордена. Какова дальнейшая судьба этих знаков? Дальнейшая судьба. У меня многие приехали, просили передать их в музей. Исаев некогда занимал пост главы села, а совсем недавно ушёл с работы в Горкомземе по причине того, что у него обнаружили онкологическое заболевание. Тогда он понял, что хочет посвятить себя любимому делу. Стремится завершить сбор своей коллекции как можно скорее, чтобы оставить её потомкам. Тёплая поддержка в любых начинаниях Исы – его верная жена Зоя. Живут бок о бок они уже 26 лет. У него лени не бывает на что-то. Он всё время то медалит, то из дерева, то из чего-нибудь шкурок козлиных, телячек, барабаней. Вот это всё-всё лепит. Не лениться. Как часто он бывает в своей мастерской? Он всё время. Даже ночевать, даже если не захочет, не придёт. Там же останется в машине рядом со своими медалями и камнями. Барабан, пандур и все вывешенные на фасаде дома поделки – тоже дело рук Исаева. Не обошёл стороной его и талант стихосложения. Камнерез ещё и поэт-любитель. Его стихи даже печатали в районной газете. Но основное хобби всеми забытое сейчас ремесло – обработка камня. Внуки и дети мастера не стремятся принять опыт отца и деда. И это печалит каменотёса. Как заботит его и то, что всё более заброшенным становится родное село Вачи. Изредка они с женой выходят на окраину аула с музыкальными инструментами и играют на открытом воздухе мелодии гор. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Кулинский район. Наглядно, просто и современно. Теперь изучать географию Дагестана школьникам станет проще и занимательнее. Лучший учитель республики 2019 года стал ещё и победителем конкурса на международном форуме «Вайкал-2020». Ильдар Хусаинов выиграл грант на реализацию обучающего проекта «Видеокурс по географии Дагестана». О том, что из себя будет представлять программа, узнавали мои коллеги. В современном мире путешествия доступны всем и гораздо интереснее подбирать маршрут не через турфирму, убеждён педагог Ильдар Хусаинов, а ориентируясь на собственную географическую картину мира. Так, основываясь на своих знаниях, он уже посетил несколько стран и активно путешествует по России. А вот получить полное представление о Дагестане в скором времени поможет новый проект молодого учителя. Грант на его реализацию Ильдар выиграл на форуме «Вайкал». Это курс из восьми видеоуроков по географии Дагестана. Мы сейчас начнём разрабатывать тематическое планирование, то есть техническое задание на каждый урок. Далее будем осуществлять съёмки и студийные, также мы планируем и выезды районной республики, для того, чтобы немного так разнообразить картинку. Помогать в реализации проекта Ильдару Хусаинову будут учёные из Дагестанского отделения Русского географического общества. Кроме того, свой вклад несут и коллеги, имеющие опыт преподавания школьного курса географии Дагестана. Ильдар убеждён, что видеокурс будет полезен не только школьникам и учителям. Мы с коллегами обсудили одну идею, которую можно немного модернизировать в мой проект. То есть для того, чтобы эти уроки смотрели не только школьники, но и студенты, а также жители других регионов, возможно, даже из других стран. То есть мы, скорее всего, добавим и субтитры на иностранном языке, чтобы было понятно. Ильдар Хусаинов в прошлом году стал и лучшим учителем Дагестана. За новые успехи и поддержку своих начинаний он благодарит коллег и руководство школы номер 14. Они, в свою очередь, высоко оценивают профессиональные и личные качества Ильдара. Очень целеустремлённый, талантливый, молодой и очень перспективный. Не только учитель, но я думаю, что он подаёт большие надежды для того, чтобы принести очень много полезного для нашей республики. Ученики Ильдара Хусаинова активно принимают участие в муниципальных и республиканских конкурсах, где показывают хорошие результаты. Признаются, что с нетерпением ждут новые видеокурсы по географии от любимого учителя. Свой интерес к предмету дети связывают именно с мастерством преподавания Ильдара. Можно выделить то, что чаще всего урок проходит в режиме игры, то есть такая информация воспринимается гораздо легче. Он много путешествует и рассказывает о разных странах. Если бы не урок географии, я бы не узнала о некоторых моряках, о морях разных. Он рассказывает, чтобы все поняли и было интересно всем, чтобы все вникали в процесс урока. Дагестан представляет огромный интерес в географическом и культурном плане. Природные и исторические памятники разбросаны по всей республике. Но, к сожалению, сами дагестанцы порой о них мало знают, что уже и говорить о приезжих. Курс молодого дагестанского учителя призван заново открыть страну гор для школьников, расширить их представление о родном крае. Патимат Ханапова, Мусас Алгиреев, Новости ННТ, Махачкала. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова